У нас есть функция, это какой-то многочлен, есть производная. Давайте сделаем так, вот эту функцию будем обозначать G0, вот это будем называть G1. А дальше пошли следующие функции, G2, G3 и так далее, вплоть до GK2. Правило будет очень простое, степень каждой следующей функции будет меньше, чем в степени предыдущей. Ну и поэтому обязательно, если это будет все многочлены, поэтому обязательно процесс остановится. И при этом каждая следующая функция будет вычисляться следующим замечательным способом. Это будет взятый со знаком минус, ребята, в этой науке это самое главное, взятый со знаком минус, остаток от деления функции GK минус первое на GK2. Ну здесь как, какой-то будет, конечно, неполное частное, ну я не знаю, как тебе обозначить его, ну не знаю, HK2. Неважно. Как раз неполное частное, мне мало будет интересовать. Все. Вот это и есть уже определение. Что такое деление многочлена с остатком, надеюсь, все понимают. Давайте я для примера поделю, скажем, многочлен X куб минус X с остатком на X квадрат плюс 1. Смотрите, надо взять по X, здесь будет X куб плюс X, вычесть, получится минус 2X. Значит, какая формула? X куб минус X, это есть X квадрат плюс 1 умножить на X и минус 2X. Вот это называется остаток минус 2X, а это называется X неполное частное. Так, все, все. Считается, что все это помнят. И вот сейчас я, собственно говоря, сделаю главное. Докажу теорему душного. То есть, представьте себе, что у меня выписан этот самый ряд, вот ровно там. Я посчитал количество, ну подставил, значит, один конец отрезка, подставил другой конец отрезка. Для каждой из этих последовательностей посчитал, сколько перемен знака. И сейчас хочу объяснить, почему количество потерянных перемен знака, это в точности и есть количество корней. Значит, господа, смотрите, какая история. Вот, когда у нас есть отрезок АВ, то график функции может вести себя как-нибудь очень хитрый. И мы сейчас займемся очень простым делом. Будем медленно-медленно двигаться от точки А к точке Б. При этом, разумеется, у нас очень важны будут вот эти моменты, когда мы пройдем через корень многочленов. А вообще-то будут еще моменты, когда мы пройдем через корень одного из вот этих ключей. Потому что, смотрите, ведь у производной есть вот такие вот листа, где она равна 0. Поэтому у многочлена Ф-шлих вообще-то есть свои корни. И они вовсе не обязаны совпадать с корнями нашего многочленда. Вот, да, и, господа, еще одна неприятная штука. Неприятная штука состоит в том, что вообще-то многочлены не всегда были и так. Может быть, вот так. Может быть, вот так. Он может коснуться и войти дальше. Так вот, давайте сейчас разберем сначала случай, когда Ф-А-Х не имеет кратного корня. Кратный корень – это ситуация касания. Я потом это строго объясню, но сейчас вот для начала так. На таком уровне. Во всех точках график должен, что называется, по-настоящему пересекать. То есть, может не пересекать. Вот если пересекает, то пересекает вот так. Что он до этого был одного знака, а после этого другого знака. Вот, и здесь касательная должна быть не горизонтальная. Что делать с кратными корнями, я потом отдельно специально объясню. Пока все понятно? Для этого я рассказывал вам, как дифференцировать произведение. Сейчас, пока, смотрим на те случаи, когда у многочлена Ф-А-Х нет кратного корня. Отлично? Сначала обсудим ситуацию, когда мы переходим через какой-нибудь корень. Вот, представьте себе, у нас есть какая-нибудь точка. Ну, например, вот эта. Вот эту точку называется С. Вот она, точка С. Давайте посмотрим, как выглядят в последовательности штурма, какие числа положительные, какие отрицательные. Слева от точки С. И какие положительные, какие отрицательные, справа от точки С. Смотрите, у нас Ф от Х. Так, бывает слева, бывает справа. Слева, справа. Ф от Х слева от точки С. Это какое число? Отрицательное. Справа. Какое? Уже и положительное. Отлично. Производная. Ф штрих от Х. Давайте смотреть. Производная у нас в этой точке какая? Слева отрицательная. Нет, везде одно этаж. Дело в том, что производная не успевает сильно измениться. Производная – это же тангенс вот этого угла. Когда мы перешли через точку, производная только чуть-чуть изменилась. Она все время положена. Производная. Положи. Хорошо. Хорошо. Господа. А вы понимаете, что это? Произошла та самая обещанная потеря перемены знаков. Поняли? Раньше было как минус, плюс, а потом какие-то знаки. А теперь плюс, плюс, а потом какие-то знаки. Произошла, повторяю, ровно одна потеря перемены знаков. Значит, когда мы с вами проходим через вот этот корень, то происходят потери перемены знаков. Отлично. Давайте теперь смотрим на второй случай. Второй случай – это когда мы проходим через корень производства. давайте поставим, например, вот здесь вот точка B. Как у нас тогда было? Ну, значение функции F в данном случае было положительное, хотя это у нас не так волнует. Оно какое-то, оно одно и то же, да? Так, давайте поставим звездочку в знак того, что, ну, запускать могу быть и внизу, но знак в любом случае один и тот же. Теперь, что у нас с производной? Слева производная была какая? Положительная. Справа производная какая? Отрицательная. Она была положительная-положительная, стала нулёй, здесь стала отрицательная. А вот теперь очень важная вещь. А что происходит с выражением G2? Я напоминаю формулу, которая выражает величину G2. Значит, формула такая. F от X, это у нас вообще-то G нулевое, да? Это есть F штрих от X умножить на H1 от X и минус G2 от X. Отлично. Подставляем вместо X число D. Что тогда будет? F штрих от D это 0. И мы получаем замечательное равенство. F от D это минус G2 от D. Господа, вот именно ради этого минуса у нас, что называется, всё и было придумано. Вот в этом месте и было придумано. Тогда мы тогда писали формулу штурма. Ради этого минуса всё и было придумано. Ведь смотрите, в чём дело. Если здесь было какое-то число, то G2 это то же самое, только с минусом. И в результате, представьте себе, плюс, плюс, минус или минус, плюс, плюс. Сколько перемен знака? Ноль. Одна. Плюс, плюс, минус или минус, плюс, плюс. Сколько перемен знака? Одна. А здесь сколько перемен знака? А столько же. Потому что смотрите, минус, минус, плюс или плюс, минус, минус. Дело в том, что когда у вас есть два разных знака, то что между ними ни ставь, хоть ноль, хоть минус, хоть плюс, количество перемен знака всё равно будет одна. Очевидно? Да. Ради этого повторяю и был вот этот знак минус. Значит, при переходе через ноль производной ничего с количеством перемен знака не происходит. В том смысле, что она может сместиться. Вот в этом месте была перемена знака, а стала в этом. Она может сместиться, но не более того. Теперь ровно так же посмотрим, а что происходит где-нибудь в другом месте. Представьте себе, что это были не F, F' и G2, а это были какие-то там GK минус первое, GKT и GK плюс первое. Так формула ведь у нас вот та самая. Если мы переходим через ноль функции GKT, то в этой точке GK минус первое и GK плюс первое что делают? Разного знака. Правильно? И значит, вот этот эффект ровно сохраняется. Есть два числа разного знака, что между ними не вставляет, количество перемен знака равно единице. Между двумя числами разного знака можно вставлять что угодно, от этого количество перемен знака не изменится. Таким образом, я бы сказал теорему Штурма для случая, когда многочлен не имеет равных. Теперь давайте посмотрим, а что делать, если у многочлена грантный борт не есть.